Приветствую с вами друзья и гости канала, всем огромнейший привет и сегодня что у нас 27 марта 27 марта 2000, какого там года то у нас? 2021 года и ровно 5 лет назад в 2016 году я переехал из города Орска в город Сочи И в мае месяце, я помню на этом канале я выложил видеоролик, как я переехал на ПМЖ в Сочи и были комментарии Здравствуйте, меня зовут Максим Коломейцев и решил вам рассказать, как я переехал в город Сочи на постоянное место жительства Макс, да у тебя эйфория, да там все, да там все плохо и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее И вот посмотрим, как ты запоешь через год, через два, а там другие комментаторы Да ты что, он через три года уже свалит, потому что в Сочи нет возможности для того, чтобы можно было жить Чтобы можно было работать, чтобы можно было получать образование, чтобы можно было то, чтобы можно было делать это и так далее И знаете что, в принципе, частично-то я с вами согласен Город Сочи, при всем том, что в Сочи много плюсов, но в Сочи много и минусов, а куда без них-то, куда без них И знаете что, самый главный минус, это мифы о городе Сочи Самый главный минус, это то, что когда вы, например, собрались сделать такой страшный шаг, как переезд У вас находится целая куча советчиков, которые, в свою очередь, дают вам советы, что в Сочи там вдавить нечего В Сочи то, в Сочи это, хотя при этом ты потом спрашиваешь, а ну как так, ну у тебя, ну ты, может, был в Сочи там, ну было там, у тебя что-то не получилось Нет, ну у меня знакомые были, у меня там бабушка рассказывала, фотокарточки показывала и так далее Знаете, это все равно, что вот есть мифы, да Да, блин, Volkswagen, это ломучее ведро У тебя был Volkswagen? Нет, Volkswagen не был, но я точно знаю Range Rover, это, блин, они передвигаются от, не знаю, от сервиса до сервиса У тебя есть Range Rover? Нет, нет, ну я уверен в этом на 100% И, конечно же, вот такие советчики, а советовать всегда легче, правильно? Всегда тебя пытаются в чем-либо переубедить Так вот, с чего начался мой переезд? Я, в принципе, жил в Орске, меня там все устраивало Ну как устраивало? Меня там все знали, да и даже без YouTube-канала Я много где участвовал в соревнованиях Я там участвовал в конкурсах, побеждал там учитель года Там танцевал, и здесь снялся, и писал, и под музурку танцевал И кланялся непринужденно С чего уж белый свет решил, что он умен и очень мил Опять же, да, там, как бы работал с детишками, работал в школе Потому что свою сознательную жизнь я провел в городе Орске И, конечно же, я работал в Орске там и педагогом работал И продавцом университета, и директором такси ГОСТ И директором по продажам в крупной компании по производству мебели и так далее В принципе, хорошо было, прекрасно и замечательно Опять же, да, почему я переехал в Сочи? Да потому что город Орск, это безумно депрессивный город Когда мы в один прекрасный момент сидели с друзьями в кафе А мы сидели почему в кафе? Да потому что на улицу выйдешь, и сразу у тебя какой-то был депрессняк Потому что серые здания, нечищенный снег Все это как-то серое, мрачное и так далее И ты понимал, что, наверное, это не совсем то, что ты хочешь И, в принципе, при всем том, что город Орск Это, наверное, город номер один по количеству заводов Да, если мы возьмем с вами 70-е годы до нашей эры На квадратный метр, да, там, и Армета Юмс, и Никель Кабинат И Мясо Кабинат, и Швейная Фабрика, и Конитетская Фабрика И то, и все В общем, много чего там было интересного Но при всем при этом 2000-е годы, золотая наша пора Соответственно, все, из чего только можно выжить Выжили, сделали торговые центры Производство, как таковое, упало Те же самые заводы, фабрики и тому подобное Перекупили частные руки Ну и, соответственно, зарплаты, конечно же, ушли Зачем людям платить, например, много Когда готовы на это место приехать, например, с ближайших деревень Например, того же самого Домбаровки, Акжаровки, Ясного и так далее И работать за меньшие деньги Поэтому при всем том, что вроде бы комбинаты При всем том, что вроде завода Ну, как такой зарплаты и не было Отсюда и недвижимость в Ворске, извиняюсь В Ворске оставляла желать лучшего К примеру, чтобы вы понимали, дом, который я построил в Ворске Где себестоимость превысилась 7,5 миллионов рублей Я его продал за 3 миллиона 200 В последующем я купил квартиру за 1 миллион 800 Хорошую квартиру, вложил туда еще в ремонт Много чего доделал И продал ее за 1 миллион 550 Вот такая реальность в Ворске была Соответственно, когда я решил переехать в Сочи Меня начали все мои друзья отговаривать Даже те друзья, которые ни разу не были в Сочи Что там работы нет Я говорю, а здесь-то какая работа? Ну, здесь все-таки работа есть Я говорю, ну, какая работа? За 30 тысяч рублей? В лучшем случае? Ну, может быть, за 50 тысяч рублей, да? Ну, в Евросии я зарабатывал 100 тысяч рублей Но у меня друг работал в Сочи И он тоже зарабатывал 100 тысяч рублей? Ну, он зарабатывал не меньше, чем я И когда все это я прикинул Думаю, наверное, стоит попробовать поменять Почему именно Сочи? Почему не Москва? Почему не Санкт-Петербург? Почему не Краснодар? Почему не Екатеринбург? Почему Сочи? Ну, потому что я по себе тот человек, который в свое время полюбил путешествия И я себя всегда прекрасно помнил Когда я возвращался с той или иной теплой страны У меня было очень много положительных эмоций У меня было очень много энергии И в свою очередь я после того, как приеду с отпуска Творил Творил не потому, что я там отдохнул и ничего не делал Нет, конечно Из-за того, что у меня было очень много всего Я люблю зелень, я люблю солнце, я люблю пальмы, я люблю море Я люблю горы И вот когда я приезжал, у меня просто, не знаю Энергия просто с меня перла со всех сторон И я понимал, что результат был как раз не из-за того, что я отдохнул А из-за того, что я подчеркнул для себя энергию того курорта В котором я находился на отдыхе По поводу Сочи я, в принципе, особо никогда и не задумывался По одной простой причине Потому что я, как и все вы, слушал всех и вся И считал, что работа в Сочи – это продавать кукурузу Либо же работать таксистом Либо еще что-нибудь Ну, я не знал Как бы образования в Сочи нет Работы нет И так далее И, конечно же, эти мысли меня отталкивали И были мифы, что все деньги в Москве Что надо ехать в Москву и зарабатывать Но я переезжал в Сочи Я переезжал не за деньгами Для меня деньги никогда в жизни не стояли на первом месте Никогда в жизни не стояли Да, я люблю деньги Да, я как бы привык жить нормально Как бы не отказывать себе Особенно в тех вещах, которые тебе доставляют удовольствие В виде положительных эмоций Но сама цель, чтобы зарабатывать деньги Деньги, 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 деньги Еще раз Деньги, 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 деньги Такого, конечно же, у меня никогда не было Вот как бы так И когда в один прекрасный момент мне позвонили с компанией элитной Сочи И сказали Максим, вы не хотели бы пройти собеседование Чтобы приехать и в последующем работать в компании элитной Сочи В городе Сочи И я подумал, что это развод Ну как так, думаю Ну как так Позвонили, черт знает откуда И приглашают с такой дыры, как Орск Ну реально дыра 250 тысяч человек населения Сейчас, наверное, стало 220 Там загазованный город Непонятно в чем, непонятно как И думаю, ну как так Ну ладно, думаю, ну что думаю Пройду собеседование Такая вот была технология скайп По скайпу Пообщались Прошел одно собеседование Второе собеседование И третье собеседование И, соответственно, у меня появились такие весы И на этих весах был выбор Либо оставаться в Орске Работать там за 30, за 50, там может быть там за 70 тысяч рублей В месяц И то, которые деньги особо не хотели отдавать До сих пор у меня там Бывший работодатель до сих пор мне деньги должен Ну немного должен, но все равно должен Там около 30 тысяч рублей А, 37 тысяч, извиняюсь 37 тысяч рублей Либо же, ну, взять и сделать шаг Переехать в город Сочи И знаете что? Последняя точка, которая решила Прям именно про переезд Это было два момента Первый, я позвонил дочери Сказал, доча У меня есть возможность переехать в Сочи Пригласили работать и так далее Что ты думаешь по этому поводу? Доча сказал Пап, конечно, переезжай Блин, это круто, это классно Это первое Второе За полтора года до этого В 2014 году Я в Сочи Ой, я в Орске, извиняюсь Находясь в Орске Ни с того ни с сего Заболел раком И у меня был рак И мне делали операцию У меня была химиотерапия Я прошел все круги ада, как говорится Ну, сейчас, видите, живой, здоровый И на вопрос Врачу Что это? Откуда оно появилось? Я постоянно на спорте Я не бухал Я не курил Откуда оно? А мне Доктор сказал так Максим Ты живешь в Орске И чем дольше ты живешь в Орске Тем больше у тебя будет таких сюрпризных моментов Понимаешь? У тебя вот этот рак мочевого пузыря Он случился просто из-за того, что Как бы такая экология, понимаешь? Тут я не могу тебе сказать, что ты делаешь неправильно в своей жизни Все нормально Я вижу, ты спортом занимаешься Ты весь спортивный, подтянутый Но Но-но-но Ни один житель города Орска Или Новотроицка Никто не застрахован Цементный завод, если дает о себе знать Это немного другое Вот как бы так Я говорю, что делать? Он говорит, ну что делать? Сваливай отсюда Я говорю, а вы почему не сваливаете? Он говорит, ну потому что здесь много работы Вот такой был ответ, понимаете? И тогда я стал задумываться Потому что мне было просто обидно Ну, почему? Ну, как так? Как-то получается Почему я вот говорю Весь там спортивный Весь такой И просто мог в один прекрасный момент В тридцать четыре года Сдохнуть просто из-за того, что я живу в прекрасном городе Орске Ну и, соответственно, это тоже была у меня решающая точка Для того, чтобы я в свою очередь Решился на такой вот страшный шаг Это переезд Почему страшный шаг? Ну, потому что, знаете, даже с квартиры В квартиру приехать тяжело Даже дома в квартиру тяжело переехать Даже с этажа на этаж Как бы переехать тяжело Даже с одной девушкой расстаться И с другой начать отношения тоже тяжело А это, представляете, переехать с того города Где ты знал все и вся Где там у тебя везде зеленый свет Никогда в жизни не стоял в очереди Чтобы, например, мне поставили машину на учет Да никогда в жизни, я не знаю Что там Везде для меня был зеленый коридор Везде легко было И, может быть, заработная плата была низкая Она была реально низкая Если посмотрите трезвые на вещи То в целом, как бы, возможностей было очень много Ну, вот как бы так Но при этом все равно Я понимал, что что-то не то Плюс у меня там то папа заболел То там мама болела То еще что-нибудь Я понимал, что у меня папа не пьет, не курит Да, ну, как бы, тоже там Активный образ жизни Я понимал, что все это из-за того, что вот Живем вот в таком прекрасном городе И вроде бы Я понимаю, что некоторые могут жить Вот здесь, например, там зарпата Да, например Зарплата была бы миллион рублей в месяц Да, например, у рабочих И можно было с этим смириться А, ладно Как бы сдохну Там через пять лет и сдохну Зато детей обеспечил до конца жизни Понимаете А здесь, получается, вроде зарплаты нет И в то же время люди дохнут просто Да Как раз в 2016 году Было открытие Орского онкологического центра Почему построили онкологический центр Да, большой Такой самый большой В Оренбургской области Да потому что Люди все болели И дохли как мухи Да, плохо сказал Дохли как мухи А как еще сказать Просто умирали и все Конечно, самый прибыльный бизнес Еще когда я работал в Евросети Приезжали были самые богатые люди На Сворске Те, которые занимаются непосредственно Похоронным бизнесом Потому что Ну, прям офигенный бизнес был Ну, реально Просто обалденный Вот как бы так Тогда я все-таки решился на переезд Конечно же Мама была против Папа сказал Давай, езжай Я тоже след за того перееду И когда я переезжал в Сочи Для меня главная цель была Не саму сменить место Так скажем Локации А цель была Перевести моих родителей Да, вот именно такая была цель Такая глобальная Потому что я хочу Чтобы мои родители прожили дольше Я хочу, чтобы Родители успели Попонянчиться С правнуками Да, и так далее И я прекрасно понимал Что в Урске Ну, нереально там Дожить до глубокой старости Ну, потому что Такая экология Такая обстановка Переехал я В Сочи Да, прошел собеседование Само собой В первый же день Мы сюда доехали Столкнулись Я просто Последний раз был В 2008 году Я не мог понять Как мы так быстро Доехали до центра Тогда я еще ехал Просто по навигатору И понимал Что ныряли мы В эти туннели Все, и раз И мы в центре находимся Когда я переезжал В Сочи Из Урска У одного работодателя Была передо мной Задолженность 100 тысяч И я на эти деньги Рассчитывал Потому что так получилось Что, знаете В Урске Я нормально зарабатывал В Евросети Нормально зарабатывал Когда работал Генеральным директором Но при всем Ну как нормально 150 тысяч рублей Для Урска Это были нормальные Зарплаты 150 тысяч У меня друзья получали В разы меньше Но Когда кто-то там Мне пишет в комментариях Вот как так получилось Что ты переехал С голой жопой С голой жопой Переехал В одной простой причине Потому что Неправильно Занимался Так скажем Своими деньгами Конечно Там не бухал Ничего Сейчас подумайте Ну вот смотрите Например Я построил дом За себестоимость дома 7,5 миллионов рублей 7,5 миллионов рублей В свою очередь Когда я его продавал Получается Я продал за 3200 Ну там 3300 я потерял Что такое 3 миллиона 300 Даже если ты зарабатываешь 150 тысяч рублей в месяц 50 тысяч нужно Оставить себе На проживание Ну логично Жена должна что-то жить Пускай даже 100 тысяч остается 100 тысяч Это например За год Это миллион 200 Ты можешь набрать Если ты не будешь Никуда ездить И отдыхать Если ты не будешь Там как бы Ничем там Таким интересом Заниматься Если ты не будешь Себе покупать машину Ничего Соответственно 3 года Нужно пахать Ну реально И откладывать Чтобы например Вот эта сумма была В 3 миллиона рублей Там осталось У меня уже в дом Это ушло Например 7,5 миллионов рублей Соответственно Там нужно было Как минимум 6 лет пахать Как проклятый В принципе Что я и делал Работая в РСТ Я заработал себе На дом И в один прекрасный момент Когда ты берешь И продаешь дом И просто так Ты понимаешь Что 3,5 миллиона рублей У тебя теряется Понимаете Я тебе сумму говорю Которую я еще считал Потом мне стало страшно Я уже перестал считать Ну и то и не я считал Мама считала Мама любила считать Как бы всегда У нее такая тетрадечка была Она там Приход Расход Что на что тратится И так далее Всегда там У нее можно было Там сделать анализ Как того Куда там у нас Что ушло Ну и в общем Раз и профукалась Поэтому при всем том Что я там зарабатывал Вроде бы хорошие деньги Для Орска Но просто я взял И профукал эти деньги Плюс опять же Да я как бы Никогда Не знаю там На себе не экономил И я с большим удовольствием С дочкой Путешествовали Мы путешествовали Как минимум Один раз в год С дочкой И без дочки Тоже я летал Куда-нибудь Два раза в год Но я железно Куда-нибудь Летал А это тоже там Уходило там На поездку Там тысяч двести Дешевле Дешевле не получалось Как бы Но это опять же Поэтому так получилось Что неправильное Вложение денег Да В дом У меня На финише Я уезжал У меня была Непроданная квартира Квартиру в последующем Я продал за миллион пятьсот пятьдесят И Была задолженность Захаров Был такой у нас Сейчас он в Сочи живет Кстати Не видимся мы с ним Потому что даже Не хочу Даже противно С такими людьми Видеться Потому что При всем том Что я им там Увеличил В разы продажи Все сделал Макс я тебе отдам Там заведи карту Тебе перешлю Просто сейчас денег нет Сам понимаю Что то 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 И в общем Когда я поехал У меня там В кармане было Около двадцати тысяч рублей И особо Ни на что Не хватало Потому что Нужно было еще машину Переобуть Я сразу Машину перебыл В летнюю резину А это еще там Минус там Тридцать тысяч рублей Плюс Я понимал Что надо Ехать Не со мной Подписалась Ехать Мой друг Чтобы хоть как то Отбить дорогу И так далее Да Потому что Даже особенно На бензине Обалдение Закачал себе Программу Там Баблокар Брали ему людей Как в режиме Маршрутку Потому что Почему то Ни один человек Ни один человек Не захотел С Орска Доехать до Сочи И у нас получается Кто то с Орска До Оренбурга Кто то с Оренбурга До Самары Кто то с Самары До Саратова И в общем Мы так полностью Дорогу отбили Набрал я Получается Попутчиков В общей сложности До Орска Ой С Орска До Сочи Сразу говорю Если кто то Так же хочет поехать Через мой пути Маленький совет Никому не отказывайте Говорите всем да Потому что Люди Это такие Интересные скоты Которые могут Забронировать место Ты под них Можешь там Не знаю Можешь там Все держать И потом В последний момент Они могут Не выйти на связь Ничего Люди Как бы поступают По скотски Потому что Они считают Что это не такси Они считают Что это Раз они не купили билет Раз они заранее заплатили Они могут себя везти Как угодно К большому счету Мы никому не отказывали И все равно У нас всегда Как минимум Было и в одной машине И во второй машине По два свободных места Вот поэтому Маленький вам совет Не отказывайте Ну как бы Вот Если вы думаете Что кто то Забронировал баблокар И он к вам выйдет Вы ошибаетесь Ну серьезно Люди Очень Некультурные Особенно те Вот Именно Которые баблокарщики Которые хотят Там На чужом горбу Залезть в рай Что такое на чужом горбу Да Например Поездка Например Такси с Орска До Оренбурга Стоит К примеру Если не ошибаюсь Четыре тысячи рублей Или пять тысяч рублей Ну что такое стоит Например Если взять маршрутное такси То стоит Примерно Семьсот Или шестьот рублей В один конец Ну Это когда Машину собирает И так далее А баблокарщики Они хотят Доехать за триста рублей И при этом Они беспардонные Они могут там Не выйти на связь Или еще что-нибудь Поэтому Если вы собрались Как я вот выехал Вот всем говорите Да Все равно У вас не будет такого Что там Все выйдут на связь И все захотят Ну и самое главное Я понял Одну простую вещь Чем ниже Ты ставишь цену Тем хуже Тебе попадаются Люди в машину Ну реально Тем хуже попадаются Тем беспардонней Поэтому Маленький совет Ставьте в облакаре Самую максимальную цену И вперед Из песни Потому что Говорю Очень много людей Беспардонных Неэтичных Вот как бы так Я говорю Не было такого Что мы там Кого-то прокинули Или еще что-нибудь И самое главное Не связывайте с военными Не берите военных Военные Самые беспардонные люди Одни считают Что если они взяли Хотя услуги блокард То ты чуть бы там Не личный водитель Который должен Не знаю там Приехать Подождать их Они там будут Опаздывать на 2 часа Потом должен С адреса до адреса Забрать и так далее Вот как бы Никогда в жизни Не связывайте с военными Особенно Те военные Которые находятся Саратовская И Самарская области Ну просто Вам маленький совет Как бы Вы можете слушать совет Можете не слушать Но По факту Это так Теперь следующий момент Да мы поехали Все По поводу квартиры съем Мы тоже спрашиваем Где вы будете жить Я там смотрелся Видеороликов И Точнее не видеороликов А фотографий на авито И понял Что я за 20 тысяч Здесь сниму такую квартиру Там чуть бы не там Не трехкомнатную Там на двоих Там с Костей Будем снимать Там по 10 тысяч в месяц Да в принципе нормально Хотя мы тоже ехали У Кости не было денег Не было возможности Потому что Ну сами понимаете Город Орста У нас Город-то богатый Очень много работы И все Ну не было у него денег В тот момент И Я все расходы взял На себя На себя любимого Ну и конечно же Конечно же Когда мы приехали В Сочи Взяли Отель Там на один день Решили с утра Снять квартиру И просто Офигели Сколько было Кидалово Сколько было всего И квартиры Которые мы смотрели Они отличались Мало того Что по цене Так они еще Отличались И по ремонту По всему остальному И один прекрасный момент Когда ты понимаешь Что все Это жесть Ты идешь в агентство И готов им отдать Эти 6 тысяч рублей Для того Чтобы снять Ту квартиру Которая тебе понравилась Я помню Это мы хотели Снять квартиру На Соколова За 20 тысяч рублей Ну там Ну бывает такое Ну и Само собой Деньги с нас взяли За информационные услуги Дали какие-то Левые адреса Ничего мы там Толком не нашли И так далее И потом В один прекрасный момент Случайно Случайно Мы сняли квартиру На Бамбуковой Но уже без помощи Какого-то агентства Без чего Деньги само собой Не вернули Ничего И сняли мы За 25 тысяч рублей В месяц Но при этом Я не знал Что нужно Например Когда в Сочи Снимаешь квартиру Нужно отдать денежки За первый месяц Который начинаешь жить И за последний месяц Так называемый Залоговый платеж Ну и опять же Я не знал Что в Сочи Там например В один прекрасный момент Например в июне месяце Если ты берешь квартиру Где-нибудь поближе К морю То вероятность 90% Что тебя потом С этой квартиры Подкинь предлогом Что якобы ее продают Или еще что-нибудь Что тебя могут выгнать 100% Поэтому У нас все это Происходило Ну Приехали в Сочи Да Первые Первые Месяца Дни Не знаю Часы Ходили Таким открытым ртом Потому что Блин Ну круто Там Зелень Красота Все потрясающе Все прекрасно И Какой-то И люди Люди Такие добрые Никак Ты понимаешь Что Орск Это Город в окружении Семи тюрем Ты понимаешь Что куда ни плюнь Все блатные Все крутые Все Отсидевшие Все По фене Все Так Не знаю Там Послать некуда А здесь Как бы Другой Да И люди Все В Орске Злые Агрессивные Особенно Это вот Видно По Тому Как Передвигается Да Если Например Там В Орске Ты выезжаешь Заправки Да Со второстепенной Дороги Если тебе Там Другой Водитель Уступил Да Блин С тем Водителем Потом Даже Здороваться Друзья Не будет Потому что Как так Ты По главной Бери На таран А сколько Аварий Там Связанных С трамваем Да Бывает Там Разворачиваешься Трамвайные Рельсы Но это Не противоречит Правилам Дорожного Движения И трамвай Прям Сажает На этот Спереди На этот Колу И так далее Ну такое Знаете Такой Я прав Такие Знаете Тугодумы Твердоломы И так далее Поэтому В этом отношении Конечно Блин Жить В таком Городе Мне Мягко говоря Ну Неприятно Было Потому что Я когда Переехал В Киргизию С Киргизии Мне 8 лет Я столько Узнал Новых Матерешных Услов Это у меня есть Предыдущий Видеоролик Можете Загуглить Я его снимал Полтора Два Месяца Назад И Точно В этом Социуме Лично Мне Не хотелось Жить Я там Себя Чувствовал Немножко Некомфортно Да И Детство У меня было Не особо Я не матерился Я не пил Я травку Не курил Сигареты Не курил И я был Как белая ворона У себя В классе У себя В школе Потому что У меня были Другие понятия Другие Жизненные ценности Что противоречило Прям очень сильно Тому социуму В котором я находился Поэтому Когда я переехал В Сочи Когда я вижу Что здесь Незнакомые люди С тобой здороваются Никто Тебя Никуда Не пошлет Там Спрашивают Как тебе пройти Что Они тебе С большим удовольствием Все это показывают Рассказывают Блин Ну круто Действительно круто Такое ощущение Как будто Находишься На курорте И вот Когда на курорте Находишься Все люди Вокруг Добрые Не считайте Там Как бы Быдло Алкашей А такие Нормальные Потому что Все Как бы На позитиве И никто Не хочет Портить Себе Свой Вечер Свой Еще что-нибудь И вот В этой Ауре Действительно Прикольно Находиться С другой стороны Из минусов Сочи Сочи Конечно Расслабляет Потому что Ты не хочешь Например У меня сегодня Суббота Знаете У меня какой соблазн Поехать было на лыжи Сегодня видимость Обалденная Мог снять Хороший видеоролик И тому подобное Но у меня есть Три клиента в городе С которыми я должен Отработать Понимаете Не то что Чем должен Как бы Это мой хлеб Это мой хлеб И я должен его Понимаете Я должен отработать Потому что Это мой основной Вид деятельности Мой основной заработок Завтра может Поеду на горные лыжи И Тот момент Чтобы Например В один прекрасный момент Расслабиться И Немножечко Немножечко Заняться Не тем Чем нужно Соблазн Очень 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 Большой Почему Ну потому что Город Сочи Он тебя так вот Расслабляет Понимаете Он реально тебя Расслабляет Расслабляет в том плане Что Как бы Здесь очень много Мест Куда можно сходить Где можно погулять Куда можно В конце концов Потратить там Свои деньги Если ты их заработаешь Ну Сочи Такой город Здесь нужно четко Понимать Ты либо Пашешь Как проклятый И зарабатываешь И тебе хватает На все Чтобы сходить там В ресторан Чтобы сходить там Не знаю Чтобы здесь Заездить на горные лыжи И так далее Либо ты Работаешь Как все Такой среднячок И ешь Гречку С перетертыми камнями Дошарашку Без горячей воды Потому что На горячей воды Деньги не будет И тому подобное Понимаете Вот как бы так Ну как бы город Жестко контрастно Хотя я Когда переезжал В Сочи Я думал Что я буду Работать С 9 утра До 6 часов вечера Суббота Воскресенье У меня будет выходной Во всяком случае Мне так говорил Работодатель После работы Я буду ходить На море После работы Я буду бегать Вдоль побережья Ну Я себе так нафантазировал Ну так думал А по итогу Все получилось не так Получился Рабочий день Еще больше Чем в Орске Хотя В Орске Я всегда работал С 8 утра До 9 часов вечера Всегда работал С 8 до 9 У меня не было Ни одной работы Где бы я работал Б меньше Всегда работал 6 дней в неделю Минимум 6 дней Когда-то и 7 дней в неделю Поэтому Здесь у меня Особо ничего не поменялось В моей жизни Если честно Ну реально Ничего не поменялось Вот как бы так Тут скажешь Это разве работа Работа Это у шахтеров Да ребята Работа Это у шахтеров А у нас Это просто Просто обычно Там С клиентами Ну передвигаешься Ну бегаешь по этажам Ну выбираешь Ну ту или иную недвижимость Ну да Ты там Выслушиваешь Их боль Которая есть Потому что выступаешь В том числе И в качестве психолога И так далее И Может действительно Это не такая работа Но Знаете что Энергии Уходит Очень-очень много Я иногда Уже не состояние Даже снимать Видеоролик Потому что Бывают люди Прям Они прям С себя Прям выжимает Все тебя Тебя выжимают Прям как тряпку Ты не можешь Уже даже ничего вещать Не можешь ничего толком снимать Такое бывает Хотя кто-то скажет Что физически труд Труднее Там сложнее Нет Я с этим не согласен Например Мне в спортзале Дается все гораздо проще Гораздо легче Чем например Работать с людьми Потому что Еще раз повторюсь Все люди разные У всех Свои тараканы в голове И у всех Свои мировоззрение в голове Ну и у всех Свои принципы И тому подобное Поэтому Тяжелая все равно Работа Если кто-то говорит Что риелторам Работать легко Это вам врут Либо это риелтор Который зарабатывает Там 50 тысяч рублей Месяц Может быть ему и легко Но если ты Работаешь Если ты пашешь И ориентируешься В первую очередь Не на свой карман А на ценности И на интересы Своего клиента То работать Очень-очень сложно Ну реально Очень сложно Ну реально Очень-очень сложно Следующий Такой вот момент Да Ну переехали в Сочи Да Плюс это понятно Там Я даже не буду рассказывать Это чистые Вылезанные дороги Это чистые автомобили Это Очень много зелени Это наличие Там Того же самого Там Горнолыжного курорта Лучшего в мире Я хотел Вот в это время Я должен был Улететь На горнолыжный курорт В Сербию Но я посмотрел Посмотрел Описание все Зачем мне ехать В то место Которое хуже В три раза Чем в том месте Где я живу Зачем мне ехать В то место Где пик Там 2200 метров Где там Трассы Там общая протяженность В 12 раз меньше Чем например То же самое Хотя бы даже Роза Хутор Даже не беру В учет Не Ну Например Не горький город Не беру В учет Газпром Зачем мне туда ехать Ну и вот В общем Как бы так Следующий момент Это Конечно же Много парков Скверов В том числе Платных Бесплатных И так далее И можно Развлечение найти На любой вкус Но Сейчас у нас полицейские Проедут Сейчас у нас полицейские Проедут Можно подобрать На любой цвет И вкус Но Опять же Там да Как бы Все это стоит денег Ну Бесплатного В Сочи Особо ничего И нет Плюсы конечно Можно перечислять Там И наличие Формула 1 И горновышка И институты Да да Ребят И институты Институты по повышению квалификации И Самый лучший Образовательный центр Сириус Тоже находится В городе Сочи И так далее Много каких плюсов есть Ну реально много Много мест Которых есть Там водопады Там где можно походить Погулять И так далее Но и минусы Тоже конечно же В Сочи есть Например первый минус С которым я столкнулся Который до сих пор Меня раздражает Это конечно же Риелторы Это обман Это Те еще скоты Даже просто Элементарно Да Снять Ну ты Я готов был отдать им 6 тысяч рублей Но вы не подберите квартиру Я за это отдам вам 6 тысяч рублей А просто Продать информационные услуги Продать воздух Ничего не подобрали И при этом взять С тебя 6 тысяч Я считаю Что это Мягко говоря Это мошенничество Как минимум И самое интересное Что почти каждый второй Человек Который приезжает В Сочи Это прошел Это мошенничество Второй момент Который мне особо Не нравится Это Вы знаете Если например Водители В Орске Они такие прям Все Вот они правила Дорожного движения Все Я прав И так далее Ну и немножко Перегибают палку В Сочи Немножко другая ситуация В Сочи Вот Самая Вот у нас Самая Бестолковая Самая Неответственная Полиция В виде Сотрудников ГИБДД Перед ними Могут развернуться Через две Сплошные линии Им по барабану Перед ними Может проехать Хвост За скорой Помощью Через пробку Им по барабану Перед ними Можно Например Встать На месте Принадачен Для людей С ограниченными Возможностями Им по барабану И по большому счету Если вдруг Ты приезжаешь В Сочи И едешь Например Где-нибудь там По улице Донской Или Виноградной Или еще что-нибудь Ты не знаешь Откуда ждать Удар Удар В каком плане Перед тобой Может какой-нибудь Ашот Начать разворачиваться Как бы Просто Через две Сплошные линии И все Еще и тебя Обматерит Еще тебя и обругает Потому что Видишь ли Ты там Ему не уступил А с чего Ты должен ему уступать Когда он едет Через две Сплошные линии Как бы Берет и разворачивается Там например В том месте Где нельзя разворачиваться И так далее В общем на дороге При всем том Что дороги чистые Ухоженные Классные Но Бардак на дорогах Просто жесткий Бардак Просто Как бы Полицейские Здесь точно Свой хлеб Не отрабатывают Хотя Ходят мифы Что полицейские В Сочи Самые суровые И так далее Да нет ребята Они не суровые Они просто любят Разводить Они Понимаете Цель У полицейских В Сочи Такая же Как цель У большинства Агентств недвижимости Большинство Агентств недвижимости Заточены на Личный результат На личный доход И тому подобное Им по барабану Что продавать Клиенту Лишь бы заработать А вот Гаищиков То же самое Им по барабану Какая обстановка Сейчас Находится На На дорогах Цель Заработать На лохах Что такое Заработать на Лохе На лохе Это там Видит Что там Ты едешь Тебя остановили Начинает Там Ненавязчивый вопрос От что пили Не пили Что такое А выйти с машины Покажите там Багажник А то и все И начинает Тебя потихонечку Если видишь Что ты немножко слабенький Тебя начинает Разводить На алкоголь Подсовывает Тебе И это все Через себя проходило Подсовывает Тест Который там Тебе показывает Что ты вдохнул У тебя там Какие-то промили И ты понимаешь Что ты вчера точно не пил Да и подсовывает не пил Ах слушайте А может вы пили Неделю назад Ну может быть Да Неделю назад Может быть что-то И выпил Ну вот видите Остаток остался В крови Ну ничего страшного Вот Ну как бы Походите Полгода Бесправ И будет все хорошо Потом заплатите штраф И там потом Бывает такое Ну как бы Такой сейчас алкоголь Некачественный И что даже бывает Неделю С организма Не выветривается Вот как бы так Вот я вам серьезно говорю Не верите Вот посмотрите Вот консультацию Возьмите у доктора Какого-нибудь И так далее И все И ты готов им отдать Там 30 тысяч 50 тысяч А некоторые 100 тысяч готовы отдать Чтобы остаться с правами Вот как бы так И это развод Большинство Там 70 процентов Это люди Которые действительно Не пьяны Ничего Которых просто развели На пустом месте Цель Соответственно Гаишников Они не хотят тебя штрафовать Там за Непропущенного пешехода Либо еще что-нибудь Цель у них Они выходят на дорогу Они зарабатывают Как мне сказал Один из гаишников Не буду говорить Что сколько Они должны платить За то что они работают Понимаете И вот есть Вот я например Работаю в компании Элитный Сочи Да вот как бы У меня есть официальная Зарплата Все И соответственно Я беру еще И оплачиваю налоги Все За то что я работаю В компании Я еще Вношу взносы Вот у гаишников Примерно то же самое За то что они работают Гаишниками Они там должны Кое-кому Каждый день Кое-какую сумму отдавать За то что они работают Не получать А поэтому Конечно Бардак творится И самое интересное Я этот бардак Наблюдаю 5 лет И за 5 лет Ничего в лучшую сторону Не поменялось Это первый момент Второй момент Это конечно же Особенность Некоторых дорог Особенность Подъездных путей Например Поехать на ту же самую Соболевку На Лысую гору На улице Арбитрскую Или еще куда-нибудь Страшное место Или например На Виноградную Су-23 Это в Саркизовую яму Это жесть Это жесть Такое ощущение Как будто ты должен Перед тем Как начать Водить автомобиль Ты должен выпить Для храбрости Бутылку водки И потом только Ты можешь Начать Полноценно Полноценно Ну не знаю Полноценно Водить автомобиль Потому что Ну реально страшно У меня например Папа на данном моменте Ну это еще позже Находится В Сочи Четыре месяца Или пять месяцев Он выезжал на автомобиль Три или четыре раза Потому что Следующая проблема Это парковка Припарковаться Очень сложно И я рад бы Ставить машину Платно На платной парковке Но ребят И даже платных парковок В Сочи Особо и нет Потому что Парковки в Сочи Не совсем выгодно Большинство Застройщиков Даже вот я знаю Одного крупного Застройщика Хорошего Сейчас Возле Армеда Есть парковка Парковка Пятиуровневая Все Но этой парковки Через два месяца Не будет Потому что Эту парковку Сейчас переделывают Под нежилое помещение Там делают ремонты И будут продавать Как апартаменты Никому Не выгодно Здесь Строить парковки Никому не выгодно Содержать Те же самые парковки Поэтому Бич заключается в том Даже если Например Жилой комплекс Строится с парковками То в один прекрасный момент Эти парковки Почему-то Раз И становятся Не парковками А становятся Апартаментами Такое модное слово Нежилыми помещениями В которых люди живут Живут Ничего страшного У нас люди В Сочи живут везде Живут в подвалах Живут в цоколях Живут на крыше Живут в подсобных помещениях Они где Только не живут Вот как бы так И на этом фоне Конечно же С учетом того Что Если например Орск Становится По численности Меньше Меньше И меньше Да Он Люди оттуда уезжают Да Там есть Такой Естественный отбор Когда например С более мелких городов Например С Дамбаровки Акжаровки Я снова переезжает В Орск С Орска Могут переезжать Люди в Оренбург С Оренбурга Могут переезжать Люди в Екатеринбург Либо в Краснодар С Краснодара Там могут переезжать Например в Москву В Санкт-Петербург Либо в Сочи И так далее То Все равно Численность людей В Орске Становится все меньше Меньше И меньше И меньше А Сочи Он Все больше Расширяется Те люди Которые Раньше думали Что в Сочи Можно только отдыхать Сейчас они понимают Что в Сочи Можно жить В Сочи Можно зарабатывать И зарабатывать Больше Чем в любом Другом городе России Потому что в Сочи Очень много Бабла Которая сюда Вливается И это правда И Просто например Элементарно Возьмем с вами К примеру Тренера По Не знаю там Тренера К примеру По Ну и По Единоборствам Вот например Это Тренер В Орске За индивидуальное Занятие За индивидуальное Занятие В Орске Нужно заплатить 600 Рублей Из них 300 рублей Получит тренер За 1 час Соответственно Час работы Будет стоить У него Без малого Это Ну получается 300 рублей Например Если мы возьмем В Оренбург В Оренбурге Например Тренер Та же самая Специализация То же самое Образование Все Примерно Стоит 900 рублей И в Оренбурге Индивидуальная Тренировка Ну в общем Чистыми Зарабатывает Тренер 450 рублей Если мы возьмем Например С вами Москву То в Москве Тренер Получает От Ну Одиндивидуальная Тренировка Стоит от 2 до 2,5 тысяч Соответственно Так А в Сочи Минимальная Стоимость Индивидуальной Тренировки 2,200 А если У тренера Есть образование Если у тренера Есть какая-то Ну Какое-то звание И так далее Он 3,000 И получается За одну и ту же Работу В Оренбурге В Москве В Сочи Например Тоже самый Тренер В Сочи Зарабатывает В разы больше То же самое Я могу сказать Про такси Что такси В Сочи Зарабатывает В разы больше Чем в Москве Чем в Санкт-Петербурге И так далее Также я могу сказать Про те же самых А я не буду говорить Ну короче Ну тоже есть Такая определенная Каста Конкуренция Таксистам Тоже зарабатывает Полтора В два раза больше Потому что Хочешь не хочешь Я со всеми Такими людьми Общаюсь И могу четко Сказать Что и как Поэтому Вот как бы Такая суровая Правда Жизни Но при этом Я прекрасно понимаю Что Многие В Сочи Не могут заработать Потому что Знаете Есть люди У которых В своем родном городе Что-то не получается И он решает Все Поменять В своей жизни Насмотрится видео И тому подобное И едет Например В прекрасный город Сочи Но ребят Если у вас Не получается Ничего в своем городе То у вас Здесь тоже Ничего не получится Потому что При всем том Что Здесь не хватит Квадров При всем том Что здесь Много чего Много кто требуется При всем при этом Нужно понимать Что бездари Здесь не нужны Здесь нужны Эксперты В своей области Если ты эксперт В своей области Либо ты легко обучаем То конечно же У тебя открывается Большая возможность Для заработка Для хорошей Комфортной Жизни Один из Еще один главных Минусов в Сочи Это цена на недвижимость Например продавая квартиру В Орске За полтора миллиона рублей Вы в Сочи Даже парковочное место Не купите Минимум Которое нужно В 2021 году Подходить К покупке Недвижимости Это 3 миллиона рублей За 3 миллиона рублей Это будет студия Это будет Жилое помещение Это отдельная категория Это вида жилья Где Ни один нормальный Юрист Ничего не пропустит Но факт то Что Более-менее Нормальное жилье В Сочи Сейчас начинается От 250 тысяч рублей За квадратный метр От 250 Ну и соответственно Если каждый из вас Хочет переехать И хотя бы там квартира Что была 50 квадратных метров Вам нужно Минимум рассчитывать На 12 На 15 миллионов рублей Чтобы взять То В то Где В принципе Ты хотел бы жить Также еще Из основных Минусов В Сочи Это то Что Большинство Грабодателей Здесь работают В темную И не готовы Вводить Все в белую И отсюда Конечно же Официальные зарплаты Если например Мы возьмем статистику В Сочи маленькие Потому что Например Бьется средняя зарплата По Сочи К примеру Там 40 тысяч рублей И действительно Так Например У меня работает Надя Мама Например На почте России Там у них Зарплата 25 30 тысяч рублей Если план не выполнить То 20 тысяч рублей Такая Но у них белая зарплата Официальная Все Но например Зарплата Например Тех самых Успешных Риелторов Которые В свою очередь Работают Они могут зарабатывать И миллион И полтора И два миллиона Рубля в месяц Эта сумма Нигде не учитывается Потому что Если бы Например Два миллиона Рублей Например Топовые риелторы Которые там Есть в разных Агентских недвижимости Которые спокойно Зарабатывают Себе чистыми И взять Например Те же самые 30 тысяч И сказать Что средняя зарплата Там миллион рублей Это бред будет Поэтому на самом деле Средняя зарплата В Сочи В разы больше И даже Я знаю Что таксисты Сейчас конечно Вот сейчас Вот целая куча Теоретиков Которые никогда В жизни За руль не садились Будут мне там Накидывать На вентилятор Кое-что Да Вы сами знаете Я могу сказать Что со всеми Водителями Которыми я катаюсь Когда там Машину то ставлю Или когда там Еду в аэропорт Или еще куда-нибудь Меньше чем Пять тысяч рублей За сутки Ни один водитель В Сочи Не зарабатывает Но я не говорю Про тех бездарей Которые вышли Там на три часа Подработать Нет Я говорю Тот человек У которого Основной вид деятельности Это например такси Он садится на машину Набрендировано Все Он меньше чем Пять тысяч рублей За сутки Не заработает А сутки Это у него Примерно Десять часов работы За десять часов работы Он зарабатывает Чистыми себе Пять тысяч рублей И если кто-то скажет Макс Там это все вранье Это все неправда Ребят Да я лучше поверю Таксисту Который работает И который мне Эту информацию говорит Чем я буду верить Вам Который может быть В своем родном Орске Подтаксовывают Где минимально Минималка стоит Сорок рублей Минималка стоит Сорок рублей Где за сорок рублей Можно проехать Три километра Либо в Сочи Там не знаю С моего дома Например Я живу В центре От острова мечты Доехать До морского порта А там часто Почему-то фиолетовая Стоит там 300-350 рублей 400 рублей И так далее А ехать Шесть минут Чтобы понимать Шесть минут Поэтому Давайте Я делал эксперименты Я ставил себе Программу такси Я знаю Сколько можно заработать И как можно заработать Все это делал В прямом эфире Есть у меня Такие видеоролики Трехлетней давности Поэтому Как бы Ну я больше Владел информацией Чем вы Я знаю В конце концов Я знаю Как можно прочитать Таксисты зарплату Я три года Был генеральным директором Такси Гост И ребят В день было По 20-30 человек Недовольных таксистов Которые все пытались Жаловаться Тарифники И так далее Я знаю Кто и сколько зарабатывал На каких машинах Они передвигались На каких машинах Они начинали И на какими машинами Они заканчивали Вот как бы так Поэтому в этой сфере Меня замучатся дурить Опять же Один из минусов Еще Сочи Это то что Сочи Блин Протяженный Просто протяженный город Например Сейчас Например Доехал До Адлера С виноградной Я уже доехал В один конец 40 километров Сейчас мы поедем На Мацесту Будем смотреть дома Которые продаются За 4 миллиона 100 тысяч Мы их посмотрим Потом поедем назад И за сегодняшний день Я просто Не напрягаюсь Потихонечку Проеду 200 километров Что такое 200 километров 200 километров Это прежде всего Если вдруг у вас Бензиновый автомобиль Если у вас Какая-нибудь Тойота Там не знаю Там Camry Или Prada Или еще что-нибудь У вас будет расход От 13 до 15 литров Ну без проблем Я знаю Потому что японцы Не умеют делать автомобили Экономически У меня расход маленький У меня там 8 литров Сейчас расход Солярки Ну например Возьмем даже 10 литров Из меры фантастики Потому что мы сейчас Еще из пробки Ставили 10 литров К примеру 10 литров Соответственно Вы 20 литров Как минимум Потратили За день Да Если так вот Покататься А 20 литров Бензина Это минимум Тысяча рублей Просто тысяча рублей Ушло просто Вот как бы Если так каждый день Кататься То в месяц Только 30 тысяч рублей Уходит на горючку Потому что город Длинный Протяженный И например У меня машина Там год Там с небольшим Год И два месяца Это не единственная машина Но на ней пробег 65 тысяч километров 65 тысяч Это не единственная машина При всем том Что я там раз в два месяца Раз в три месяца И куда-то уезжаю Отдыхать на недельку И так далее Ну вот такие пробеги Это тоже минус Потому что Если начать считать Это блин По карману Все равно бьет Ну представляете Просто 30 тысяч в месяц Отдавать за ГСМ Плюс еще В Сочи При всем том Что как бы Мойки там Нету там Теплых моек И так далее Мойка блин Тоже не дешевое удовольствие Я например Машину мою каждый день Потому что я хочу Чтобы у меня клиенты Передвигались в чистой машине Я хочу чтобы Передвигались в чистой машине Это 800 рублей У меня там находится мойка Каждый день Мойка 800 рублей Это тоже Как бы Там 25 тысяч в месяц Тебя там смело Вылетает Просто на мойку Иногда моешься Два раза в день Потому что Бывает пока Участки Покажешь Дома Или еще что-нибудь Все Ну вот в общем Расходы такие Ну скотские Мягко говоря Плюс Опять же В Сочи Можно максимально дешево есть Если ты Покупаешь себе продукты Где-нибудь На ярмарке Где-нибудь В магазине Пятерочка Если там тем более Есть категория просрочка Просроченные продукты Если брать Будет дешево Если например Брать хорошие продукты То иногда Цены Могут быть дороже Чем в других регионах А так в целом Если пятерочка Магнит То цены ниже Чем в регионах Также еще и момент Это снять жилье Дешевле чем За 20 тысяч рублей Вы ничего не снимете Более-менее Нормальная квартира В которой хочется жить Которую хочется снять Это одна комнатная квартира Будет стоить 35 тысяч рублей в месяц Не меньше За 20 тысяч Вы снимете днище себе Где-нибудь на Соболевке Где-нибудь еще Где вы по итогу На такси будете тратить Больше чем Например На том Что вы сэкономите На съеме жилья Об этом тоже Не должен забывать Еще один из минусов Города Сочи Это конечно же В наличии Очень много гостей Которые иногда Когда приезжают В другой город Типа этот город немой Могут себе позволить Вести себя как угодно Просто могут вести себя Как свиньи Бросать окурки Девочки часто Часто вот они Например Ребенка в машине Долго едут Например Ребенка в машине Например Переодели Тоже памперсы в окно Это я вижу Прямо через день Я вижу Как девочки Выкидывают памперсы В окно Просто Ну Притом в говне Которые Это нормально Для них считается Опять же Очень много девушек За рулем А это Девушка за рулем Это не становится Девушка Это становится Царица Которой позволено Все Которая может Ехать как угодно Разворачиваться как угодно Парковаться как угодно Это тоже Небольшие минусы Потому что Тебя иногда Эти моменты могут раздражать Опять же Минусы Это школы Ребят Школы Да Хорошие школы Хорошее качественное образование Но ребят По 40 человек в классе Соответственно Чтобы Учиться И тому подобное Чтобы Тот же сам учитель Мог каждому Ребенку Делить время У него просто физически не хватит Поэтому Когда ребенок Учится в школе Я думаю Что 50% На его обучение Будет оказывать Именно родители Потому что Ну реально В школах По 40 человек Ходят По 40 человек Это не говорит Что там знания Хуже дают И так далее Нет Это говорит о том Что 40 человек И что просто Физически Учительница Не может с каждым Вашим ребенком Просто Нянькаться Но это Это факт Это факт Факт Еще раз факт Так же Детские сады Ну как бы Муниципальный детский сад Попасть Очень тяжело Потому что Очень много Переезжает Людей на ПМЖ Очень много Переезжает Людей Именно Для того Чтобы Жить И Конечно С учетом того Что там У нас В Сочи Там За 10 лет Расстроился Просто капитально Там просто Очень много Появилось Жилых комплексов И так далее Но если мы посмотрим Процентное отношение Сколько появилось Школ Детских садов То это Там не больше Чем 3% Ну и конечно же На фоне этого Просто Сочи Напросто Не справляется С тем потоком Клиентов С тем потоком Людей Которые приезжают На ПМЖ Именно Вот Ну как бы Ну не справляется Просто Не справляется Сейчас Сихонечку Напишу Клиенту Что я приехал Ну и опять же Один из минусов Вот например Мы в Адлер Приехали Да сейчас Это Час времени Я потерял Сейчас Пойдем от Сестова Минут 30 Обратно Еще Получается Просто Просто Из-за того Что в Адлере Пробки Или еще что-нибудь Там Ну просто Бестолково Бывает Теряешь время Но зато Могу вам Рассказать Про Сочи И так далее Еще из минусов В Сочи Это конечно же Из минусов Сочи Это конечно же То что Много Тоже здесь Армян Много Абхазов Я к ним нормально Отношусь Но знаете Есть богатые Армяне Образованные Также есть Богатые Абхазы Образованные Есть Такие Необразованные Которые Ты как бы Каждый день Слышишь Такие слова Как Я твою маму Там не знаю Я не знаю Почему Что за Зофобия Многие Там не знаю Хотят Чью-то маму Поиметь Я вот не понимаю Этого Я не хочу Нищую маму Поиметь Ну серьезно Дочку Может быть Еще можно Чью-нибудь Но не маму А у них Я твою маму Ну такое Ну с другой стороны Это безобидные люди В целом Они могут По телефону Трепаться Могут тебе Там Всякие Слова А потом Когда ты встречаешься Лицо к лицу Сразу Перебывается Сразу Ты становишься Для них Брат Сразу Все хорошо Все прекрасно Как бы В этом отношении Да Но все равно Не хочется Когда Жить Когда Есть Этого Элемента Колхоза Ну я так считаю Твою маму Ты блин Не вырос Еще Чтобы К моей маме Подойти В конце концов Ну да ладно Также Конечно же Это Дифференцированный Подход Так называемый К каждому Каждому Так называемому Не знаю Там Клиенту Да Например Приехали вы В Адлер Например Отдыхаете Пришли на рынок Они смотрят на вас Что не загорел Ничего И вам могут Помидоры продать За 600 рублей За килограмм А например Подошел местный И они продут ему За 100 рублей За килограмм Разница может быть Пять раз Шесть раз Понимаете Ну это как бы тоже Какая-то особенность Курортного города Смотрят Что вы там Вроде приезжие Все там Лошара такой Раз И тебе вот Такую сумму Выкатывают А потом раз Даже у меня Знаете Когда Сколько кальян стоит Я говорю Ну столько Тебе Стоп Макс Это мы Говорит Вам делаем Такую цену Вы там Наш постоянный Клиент Мы вам делаем Такой А для туристов У нас цена В два раза дороже Я говорю Ну это же неправильно Тяну Неправильно Ну вот как бы так Понимаете Вот такой вот есть Вот как бы Могут принести Например Разный счет Могут еще Такой вот есть Ну реально Сплошь и рядом И ты понимаешь Что что-то Ну неправильно Все-таки Все-таки Есть цена Ну как понять Что ты турист Значит тебе подороже А раз ты местный Значит тебе дешевле Ну я считаю Что примерно Должно быть Все одинаково Еще один момент Который мне тоже Не нравится Это конечно же Пробки Которые у нас появляются Из-за того Что очень много машин И ты можешь Пробках даже Вот в субботу Потерять Очень много времени Есть еще Такие моменты Что В Сочи Бывает Не хватает Нормальных специалистов Например Я до сих пор Не могу найти Где То место Где могли бы Нормально Качественно делать Автомобили Да Например Потому что Везде Это Непонятные Колхозники Ну реально Что касается Медицины Не знаю Сталкивался Ну вроде Как бы Нормальные Не могу сказать Ну вроде Не могу сказать Ну вроде Детские Спортивные И так далее С вами встречались Ну вот Мойка Здесь стоит В тупике Где Аэропорт Сейчас Вот где Ваш ателье Скорее всего Я стою На ромашек Сейчас Развернусь Сейчас Развернусь Ну и Конечно Вот Можно делать Фокус На Плохом Или на Хорошем Лично Я По жизни Позитивный Может быть И Поэтому Мне так Все Хорошо Дается Но Знаете Я В следующем Видеоролике Подведу Итоги Чего я Добился За 5 лет Проживая В Сочи И чего Я добился За 35 лет Проживая В Прекрасном Городе Орске Понимаете И Одно Я могу Сказать Точно Можно Жалеть Только об одном Что я Не переехал Раньше Действительно Крутой Город Позитивный Город Меня От этого Города Прет Не знаю Как Живем Эйфория Прошла И это Радует Добра И пока